Кто-то хотел Тошку видать, вот он наш Тошка, балдеет тут на кроватке, дождался, когда мама заправит кровать, и он тут как тут, Тоша, 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 ой, ты балдежник, да, ты мамин балдежник, да, тебе нравится на кроватке, скажи, кроватка моя, тут сплю я днем. И в окошко смотрю, да, мамин сладкий, пончик, пончик мамин сладкий, да, нравится Тоша, нравится Тоша на кроватке лежать, вот так балдеет пацаненок, да. Вот такой вот, ребята, пирог должен получиться у вас в разрезе. Вот такой румяный. Уже кусочек съели, понравилось нам, очень вкусный пирог, ребята. Дима вчера купил мне форельку, ребята, почистили, убрали в морозилку, что-то не догадалась, я сразу ее подсолить, вот сейчас немножко подсолила, пусть она оттает, и запекать буду в духовке с овощами на ужин. Всем большой-большой привет, ребята. У нас идет и идет снег не переставая, погодка шепчет. Но я вышла все равно на прогулочку. Сейчас вроде бы уже потише идет снег, но ветерочек сегодня. Одела кофточку, одела курточку, перчаточки. Парца рта идет и марширую. Вышла хоть немножечко подышать свежим воздухом. Я вначале очень долго оттягивала этот момент, чтобы выйти. Все думала, а может не пойти, а может не пойти. Стирка белья постиралась, я повесила. И думаю, нет, закинула вторую стирку. И думаю, нет, пойду-ка я все-таки на улицу. А то что это я тут сама себе поблажки какие-то делаю? Непорядок. Надо идти гулять. Вот так вот у нас идет снег, ребята. Деревья в снегу. Но вот здесь, я так понимаю, идет теплотрасса, наверное. Поэтому пешеходные дорожки пока еще справляются. И оттаивают быстро. Вот там, по другой стороне, там все замерзшее. На улице у нас минус 2 градуса. Ну, я не скажу, что холодно. В кофточке так очень хорошо. Вначале думала одевать или футболку. И сверху курточку накинуть. Потом подумала, что не буду рисковать. Одену-ка я кофточку, чтобы уже точно не замерзнуть. Лучше вспотеть, чем замерзнуть. Кому-то скорая приехала. У нас, ребята, очень много больных ковидом. Как привитых, так и непривитых. Болеют, по-моему, все одинаково. Возможно, конечно, привитые в более легкой форме. Утверждать не буду. Но, как вот пишут у нас в группах, болеют все абсолютно. Я сегодня проконсультировалась и спросила, можно ли мне уже прививаться. Сказали, нужно наладить вначале гормон ТТГ. Вот когда будет гормон ТТГ в норме, тогда можно и прививку сделать. А пока не рекомендуют. Сейчас у меня ТТГ очень высокий. 77. Ну, вот посмотрим. 3-го числа пересдам анализы и посмотрим, какие будут. Ну, и, конечно же, лейкоциты. Надо привести в божеский вид. И тогда уже смело вакцинироваться. Снег пошел более крупными хлопушками. Ну, вот не знаю, будет ли видно на камере. Мне почему-то не передает камера снег. Наверное, потому что все белым-бело на земле. Пойду прогуляюсь до заповедника и обратно. Сожгем немного калорий. Ребята, я стала замечать, что у меня просыпается какой-то вот зверский аппетит. Уже сама боюсь. Весы-то не работают. Думаю, что, наверное, в этот раз приеду. Я, когда приезжаю к доктору в Петрозаводск, меня всегда сразу ставят на весы и взвешивают давление. Но это, наверное, норм, ну, такой порядок. И вот я почему-то думаю, что весы покажут прибавку в весе. Потому что раньше я такого не замечала. Вот пока была на Меркозолиле, так у меня вообще не было никакого аппетита. А может, лейкоциты мои в норму приходят. И, знаете, постоянно, если с утра еще как-то я совершенно спокойно к еде, и, так, знаете, можно сказать, даже безразлично, могу плотный завтрак, могу просто чашечку цикория выпить, то вот уже несколько дней замечаю вечером, что мне постоянно хочется что-то съесть, что-то засунуть в рот. Поэтому вот сегодня я позавтракала и потом съела аж два яблока. И вот чтобы не нахомячиться ничего, я пошла хоть на пару часов погулять, чтобы сжечь хоть какие-то калории. А потом уже приду и пообедаю овощным супчиком. Вот так вот. И вечером вот точно так же вчера пирог испекла, отрезала маленький-маленький кусочечек. Распробовала. Через какое-то время меня прямо тянет магнитом на кухню, чтобы отрезать еще себе кусочечек. Вот так вот. Так что опасаюсь я очень по рибавке в весе. Поэтому, ребята, еще один повод погулять. Конечно же, погулять. Ладно, ручка замерзла. Пойду дальше. А здесь, ребята, уже пешеходка вся в снегу. Все заметает потихонечку. Наверное, когда буду возвращаться домой, снега будет еще больше. Вот так вот, ребята, зима. У нас то зима, то осень. Вот такие резкие перепады температуры. Поэтому, конечно, переносится это все тяжеловато. Но мы стараемся справляться. Мы уже привыкшие. Уточки, ребята, все еще никуда не улетают. Вот они маленькие, красавицы и красавцы. Посмотрите, как их там много. Вот такие вот лапушки. Привет. Привет, дорогая. Привет, малышка. Уже до чего ручные вообще не боятся. А я все иду, и снег идет. Вот так вот, ребятки. Замечательно на улице. Щечки уже у меня красненькие. В глаз снежинка так неудачно прилетела. Вот глаз правый немножко подергивается. Смотрите, ребята, все в снегу. А комарик еще живой. Вот так вот. В лесу все вокруг в снегу. Вот так. И озеро потихонечку уже от берега затягивается. Здесь вот, наверное, северная сторона. И затянуто так очень, очень, очень конкретно все. Метров 10, если не больше, точно озеро затянуто. Ну, а ручейки продолжают бежать. Бегут, бегут, бегут. Водичка не хочет застывать. Вот и зимушка настала. В лесу так тихо-тихо, спокойно. Да, на озеро уже выходить нежелательно. Но сейчас, как раз, когда вот такая погода стоит, когда начинаются холода, начинает ловиться ряпушка и сик. Так что для рыбаков, конечно, вот это первый лед, это ничто. Все равно за рыбой пойдут. Пойдут ребята. Мы на осеннюю рыбалку не ходим. Мы в этом году вообще, я тебе говорю, господи, мы ни разу даже лодку не надули. с этими больницами туда-сюда, туда-сюда. Даже ни разу не съездили на рыбалку. Такого чуда у нас не было никогда еще за всю же нашу жизнь. Вот такие вот лентяи. Ну, а с этой стороны, как всегда, озеро еще открыто. А я вот шла вот оттуда. Если вы присмотритесь туда вдаль, там уже озеро все затянуто. Гладь такая. Ветра нет. Красота, да и только, ребята. На улице пасмурно, пасмурно. И вы знаете, сейчас как будто вместо снега пошел мелкий-мелкий дождичек. Дошла я до своего прекрасного места, где очень люблю постоять, передохнуть. Перед дальней дорогой домой. И хочу с вами немножко поболтать, ребята. Я все забываю ответить на вопрос. Обещала, что отвечу в видео. Как же я стала блогером? Ну, до блогерства еще мне, до блогера мне еще очень далеко. Я еще только-только учусь, еще очень много чего не знаю. Но сподвигли меня на это мои подружки, которые всегда меня поддерживают, наблюдают за мной, общаются со мной. И они мне все время говорят, Лена, ты такая хозяйственная, вкусно готовишь, часто пекешь, любишь пообщаться. Ты теперь нигде не работаешь. Почему бы тебе не завести свой канал и не начать общаться с подписчиками, которые тебе, может быть, дадут совет, или помогут, или подскажут, как правильно. Потому что я вот уже, ребята, пять лет как не работаю. Вот как я заболела сильно тиреотоксикозом. Я думала, все быстро-быстро пройдет. А оно все тянется-тянется. У меня то один приступ, то второй приступ, то третий приступ. И как-то все это так затянулось. И, видимо, настал тот момент. Получается. Ну да, уже почти год назад. Я как бы в Ютубе зарегистрирована уже давненько. Ну, я просто смотрела разные каналы, подписывалась. Знаете, мне так нравилось время проводить, комментарии писать. Ну, и потом подумала, а почему бы не попробовать и мне. Я начала вначале маленькие-маленькие такие видосики, какие у меня там были сохранены в телефоне, где мы там на рыбалочке мороженое собираем, там еще что-то такое. Тошку снимала. Прям совсем-совсем так, знаете, по несколько секунд, по минутке. А потом в один прекрасный день, вот знаете, когда, наверное, вот очередной был рецидив тиреотоксикоза моего, когда у меня спонтанно лились слезы, было как-то так тяжело, я не понимала, что со мной происходит. Я решила вот записать видео, что я болею тиреотоксикозом. Я была такая полная, я весила 120, ребята, килограмм. Я сидела на диване и не могла найти выхода. У меня была такая депрессия сильная. Я не выходила по полгода вообще на улицу. Вот если Дима меня выведет там в свой выходной, буквально на, может быть, на полчасика, я была, еще раз повторюсь, полная, и мне было очень-очень тяжело, вот знаете, заставить себя спуститься с этой одышкой, подняться на четвертый этаж. Ой, один раз схожу, потом месяц никуда не выхожу, прихожу в себя. И вот такая вот, знаете, была, можно сказать, даже, наверное, какая-то глубокая депрессия. Ну вот поддерживали меня мои Юля и Светочка, и, конечно же, муж. Вот так. Еще вот когда мама умерла, тоже отложилась вообще свой отпечаток, и как-то совсем я почувствовала себя одинокой. Потому что когда была мама, мы с ней хоть по телефону, но мы каждый божий день общались, поддерживали друг друга. Она мне там морально пинюлей давала, что Лена, давай, шевелись, давай, что-нибудь делай. Когда мамы не стало, мне показалось, что все, мир рухнул, и у меня никого-никого нет рядом. Ну вот кроме Димы, дочку я в учет не беру, потому что я никогда не посвящала ее в свои проблемы, в свои болезни. Она молодая, ну я так считала и считаю, что у них своих проблем хватает, еще не хватало ей за меня переживать. Я уже бабушка, у меня маленькая внучка, которой скоро исполнится два годика. Поэтому, ребята, я стараюсь дочке ничего такого не говорить. Все хорошо, да и все хорошо. Как дела? Как растете? И все замечательно. Вот так вот. И вот, видимо, под таким вот давлением, каким-то вот моральным своим недугом, депрессией, я решила заснять видео и потихоньку, потихоньку, вот знаете, я хочу сказать, что кто думает о том, открывать свой канал или не открывать, открывайте, ребята. Я очень счастлива и рада, что я открыла свой канал, что у меня появилось так много замечательных друзей, которые мне дают нужные правильные советы. я, видите, потихонечку, потихонечку, медленно, но верно, сбрасываю вес, привожу себя в порядок, стало более активно, выхожу на улицу гулять. И мне это очень нравится. Извините, что вот так вот руку, меня рука очень болит. Вот так. Так что, ребята, вы спрашивали, я вам ответила. Открывайте свой канал, найдите свою аудиторию, которой будет интересно вас слушать, смотреть. Я вам этого очень-очень желаю. Я еще раз повторюсь, что я благодарна всем, всем моим подписчикам, моим девочкам дорогим и мальчикам, которые приходят на мой канал, которые меня смотрят, которые меня поддерживают, иногда которые холят, как это, не холят, холят ли, но которые иногда даже и поругают немножко. Я к критике отношусь очень спокойно, все воспринимаю адекватно, ребята. Так что, всем желаю всего самого прекрасного. Но дождик все моросит и моросит. Пойду я, ребята, дальше, пока не промокла совсем. К рыбке нашей, ребята, мы добавим овощи. Я уже их почистила. Сейчас добавлю масло растительное, приправки. Все перемешаю и добавлю к рыбке. Итак, я положила черный перец, красную паприку, соль, укропчик, прованские травы. Вы можете положить все, что вам нравится. Вот так вот распределяем между нашей рыбкой и отправляем в духовку на 1 час на 180 градусов. Замечательно мы с вами погуляли. В обратный путь я шла уже под дождем. Пришла опять мокренькая. Куртка сохнет, брючки сохнут. Прошли мы с вами, ребята, 6 километров 300 метров, 9555 шагов. Мы с вами большущие молодцы. Завтра, я надеюсь, мы тоже с вами пойдем гулять. Рыбку поставила в духовку. Дима еще на работе. Время у нас с вами уже без 15.06 вечера. Вот и очередной день пролетел. Ребята, я желаю вам всего самого-самого прекрасного. Будьте счастливы, берегите друг друга, здоровья вам крепкого. задавайте вопросы, какие вас интересуют. Отвечу на любые ваши вопросы. Всем прекрасного вечерочка. Улыбайтесь почаще. И всем пока-пока. От меня вам теплое-теплое сердечко, ребятки. И, конечно же, до завтра. Продолжение следует... Продолжение следует...